Все понятно, Антон. Понятно, что ничего не понятно. Ну, я рад, что понятно. Ничего не понятно. Хоть что-то стало понятно. А то все было непонятно, а сейчас понятно, что все непонятно. Уже прогресс. Да, да, я согласна. Антон, тра-та-та-та-та-та, Наталья звонит. Затем ты у меня не работящий. Какой она проблемой позвонила? Чего у нее опять началось? У меня все нормально, Антон, все замечательно. Замечательно. Ты че? А, так бы сразу и сказала. Без маски не продадим, потом без вакцины не продадим, потом без чипа не продадим, а потом вякнуть не сможешь. Отключать чип и все. И до свидания. А потом что, вообще не будут продавать? Пробую хоть постановление-то прочитали. Она, тях-тях-тях-тях-тях. В магазин не зайдешь. В рамку подтаешь, с чипом проходишь, без чипа не проходишь. Они уже пошли в этом направлении. Да не будут они расстреливать. Они тебе просто не дадут жить, вот и все. А сейчас что, до кафешки ты не дойдешь? С главными системами жизнеобеспечения города. То есть они рушатся? Они на грани краха. Когда это все рухнет, никто не обрадуется. Боль, страх, ненависть, разбудили. Наоборот, погасили. Это что, они не враги, они учителя. Все правильно. Молчать нельзя и скандалить тоже нельзя. Между этими двумя вариантами вообще ничего нету, да? Так вот, природа на это сказала свое слово. И после этого небоскребы начали делать гибкий миф. И никаких трещин. Потому что все мягкое и гибкое. Но при этом стоит. Творец сам разберется, кто чью волю нарушил. Твое дело озвучить. А когда ты говоришь под принуждением, под вашу ответственность, ты никого не обвиняешь. Директора. Какого директора? Ну как, Антона? Директора чего? Чего? Вселенной нашей. Не дядя Антон, а директор Вселенной. Алло, Антон, привет. Здорово. Ну как дела? У меня? Ну? Нормально. Жив здорово. Ну я рада. Вот это меня радует. Молодец. Ну как поживаешь? Чего нового? А то мы тебе звоним. А одни тебе только запросы, ответы, просьбы, задания выдаем. Ты уж нас прости. Мы без тебя, видишь, никак. Ну никуда и ни в какую сторону. Ничего не понял. Да просто я тебе звоню узнать, как дела, как жизнь, что почем, хоккей с мячом. Чего, нельзя тебе звонить? А-а-а-а, так бы. Ты сразу и сказала. Ну, я же хороший человек. Красиво, да, Манатарий. А то меня уже соображалка это вообще заточена под вопросами. Я поняла, поняла. Ты вот говоришь, я не пойму. Чего, с какой она проблемой позвонила? Чего у нее опять хотелось? У меня все нормально, Антон, все замечательно. Ты что? Что же? У нас же я хочу и вперед. Все. Вот сейчас опять в магазина еду, они мне опять в Леонардо не продают краски и все. Я говорю, так вчера продавали, сегодня не продаете. Мы сейчас будем вызывать ментов. Ой. Последний раз нам, говорит, продаем. Представляешь? А потом что, вообще не будут продавать? Потом не будут без маски. Угу. Им ролики уже, ребят, неохота смотреть, или они что? Что, какие у тебя мысли-то? Когда они очнутся-то? Никогда все уже. Народ там, народ. Тут дело даже не в холодильнике и не в желудке. Угу. Вот, вот, как тебе сказать? Мне уже поступает информация, что возникают проблемы, как тебе сказать, с главными системами жизнеобеспечения города. Угу. То есть они рушатся, ты имеешь в виду? Они на грани краха. Угу. Вот меня радует, Антон, этот твой ответ. Кто-то меня радует? Да что радоваться-то? Когда это все рухнет, никто не обрадуется. Никто. Ну, в смысле? Ну, понятно, что всем не весело будет, но хоть большая часть народа проснется, какие-то действия будут в нужное русло делать, а не чак мне вставлять палки в колеса и говорить, одень маску. Ну, что это такое? Когда они уже, я про это тебе имею в виду. А ты уверена, что они в нужном направлении проснутся? Они наоборот скажут, а это виноваты все, во всем виноваты те, кто маску не носил. Это вот именно они всех подзаражали. А это будет тогда вообще трендец. Тогда нам надо нервничать будет поменять. Пусть они тут барабаются. Слов моих нет тогда на них. Ты что, грустишь? Да думаю. Что думаешь? Как жить дальше? Ну. Ну, как бы я, Монтон, жить? Ну, как? А ты документы-то не делаешь? Какие? Какие? То, что ты из плоти и крови состоишь. А, нет, я пока решил не делать. А, решил не делать? Какие у тебя мысли? Вот, у меня что-то сердце вот за такую цифру напрягается. Чего у тебя напрягается? Сердце. Сердце, думаю. Говорит, зачем тебе, Наташа, за такие деньги, такая бумажка? Она тебе нужна? Да дело не в деньгах. Ну, это хорошо. Первое, очередное. Она будет работать? Нет, эта бумажка? У нас таких бумажек... Так, вон, посмотри на Валентину. У нее каких только бумажек нет? Вот я тебе только что озвучила. Вот у нее в частности... А что это? Ее спасло от этого, от того, что ее забрали в полицию и выписали штраф на ее персону? Угу. Ну, наш протокол-то составили. Они же возразили там возражения, только мне интересно... Ну, возразили. А протокол-то отменен, нет? Не знаю, вот это надо забывать спросить, надо спросить. Надо спросить. Я тоже мог, конечно, забить на это, там, какое-то возражение от живого написать, и не ходите вы в король Елене Петровне. Елена Петровна хорошая, черненькая. Так в том-то и дело. Я к ней с радостью пошел. Ничего себе. Она там за лифты убийцы выписывает устное замечание. Угу. Ну, прекрасные возможности высветить ее. Я, конечно, к ней с радостью побежал. Интересная, интересная жизнь у нас. Просто с каждой минуткой, да? Не-е-е. Наташа, радуйся, что еще можешь позвонить кому-то, поговорить об этом. Ну, да. Только я радуюсь. Я тебе тогда сразу сказала, на мосту, где мы там встретились. Я очень была рада. Только радость-то, вот она у меня радость, там, бат, второй раз какая-нибудь ситуация. Все, опять поехали. Поехали разборки полетов вторым-порым. Ой, бесконечно с этими людьми интересными. Ну, сейчас они потихонечку-потихонечку будут отказывать. Без маски не продадим. Потом без вакцины не продадим. Потом без чипа не продадим. Угу. А потом вякнуть не сможешь. Отключай чип и все. И до свидания. Угу. Это будет кринец. Ну, я же говорю, ну, ко мне не только убить могут. Я им не дам этот чип поставить, это точно. Пусть убивают меня, расстреливают. Я не знаю, что, никакие меры. Мне не надо ваш чип. Вот поставьте его. Страфовать будут? Ты в магазин не зайдешь. Прямку поставят, с чипом проходишь, без чипа не проходишь. Ну, я ей говорю, ну, до этого-то что там выйдет-то я им? Я тебе говорю, пусть они меня расстреливают. Пусть миллион протоколов выпишут. Ну, посадят там. Что, какие еще там могут быть? Что они мне? Издеваться будут. Ну, пусть им будет легче от этого. Ну, ради бога. Пусть живут, радуются. Если они до такого уже люди-то идут, менты эти. Или это будут из другой планеты. Или это что, кто это будет этим? Люди-людей будут ведь однозначно это делать. Вот тут рядом живет. Скажем так, полшага они в этом направлении уже сделали. Они уже пошли в этом направлении. Ну, пусть идут. Чего нам, Антон? Вот ты прошел эту школу волшебную, круг ада, без придурочных этих человеков, не знаю, там, как их называть, человек, что опасно. Ты про кого? Ну, про тебя. Вот ты прошел этот, вот, понятно, это боль, страх, там, ненависть. Все. Они в тебе разбудили. Наоборот, погасили. Погасили? Ну, как сказать, дали возможность осознать. Ну, что? Что-то можешь противостоять им? Это что, они не враги, они учителя. А, ну, да. Это с тобой согласно, да. Согласно. Ну, вот я тебе про что и говорю. Вот ты мне говоришь, вот, мы, они там, чипы, мипы, уколы, шмопы. Ну, и каждого это как и снесется. На себе я не буду. Ну, придет этот час, например, с человеком. Так те, кто осознанный, он не даст этого сделать. Ну, убивайте меня, расстреливайте. Я не дам вам это сделать. Да не будут они расстреливать. Они тебе просто не дадут жить, вот и все. Ну, вот, пусть не дают мне жить. Ну, вот это их воля. Я же не могу им запретить. Пусть они лишат меня моей воли. Ну, я все могу сделать. Ну, зачем ты такую волю проявляешь? Наоборот, запрещать надо. Ну, я запрещаю. Я же говорю, как бы, я запрещаю. Мы это в пространство озвучиваю. В моем мире этого нет. Ну, ты вот говоришь, а я тебе говорю, ну, что я должна сейчас с эти ручки сложить там, что ждать, когда они там. Я действую по возможности. Все, что от меня касается, проявляю. Все правильно. Все правильно. Молчать нельзя и скандалить тоже нельзя. А то многие мне постоянно заявляют, а что ты предлагаешь, на колени встать или взять автомат и использовать его? Я говорю, вы что в крайности постоянно сдаете? Либо так, либо так. Чувствуешь? И между этими двумя вариантами вообще ничего нету, да? Вот смотри, Антон, ну, вот какой ты вариант видишь? Вот она мне озвучила, да, что она не будет продавать. То есть, что я должна ей сказать? Вы под принуждением, ну, я это знаю, под принуждением, что тогда они... Я-то все равно, получается, для меня это прогибание, я одеваю эту маску, пусть она будет моя, там какой-нибудь, ну, не шнук, я не знаю. Но я все равно это сделаю. Что они, как бы, испытают после вот этого вот? Есть у тебя эти чувства познания уже? Если я им скажу, я одеваю под принуждением, под вашу ответственность. Да я откуда знаю, что они чувствуют? Вот. Это, получается, все равно мы прогибаемся, правильно? Раз они требуют, ну, как бы требуют же с нас эту маску. Не продадут, а мне вот надо вот. Я ей говорю, под принуждением одеваю, да? Они мне предлагают шивую, вонючую, там, непонятно какую-то, он разрезанный, вообще ужасный. Я вот тебе расскажу историю, как вообще небоскребы строили. Первые небоскребы строили, ну, и железобетонно, и старались их делать как можно жёстче. То есть бетон использовали максимальный, чтобы они твёрдые были, как можно больше веса выдерживали. Так вот, природа на это сказала своё слово. Ветер начал эти небоскребы так расшатывать, что они начинали трескаться, и стёкла вылетали. И, короче, здания, трещины пошли, короче, ну, разрушения. Так вот, собрали консилиум и пришли к выводу, что небоскреб надо делать не как можно больше жёстким, а наоборот, гибким, чтобы он под ветром не ломался, а гнулся, туда-сюда погнулся, но дальше продолжает стоять. И после этого небоскрёбы начали делать гибкими и вставлять резинки между стёклами, чтобы здание гуляло туда-сюда, в землетрясение, под ветром, под солнцем, там же разогревается это всё. Солнце вышло, это, железо, бетон, стекло, всё разогрелось, расширилось. Физику-то никто не отменял. То есть всё это играть начинает. То расширяется, то сужается. И никаких трещин, потому что всё мягкое и гибкое, но при этом стоит. Да. А связь с масками, это он? Такая же. То есть я одеваю, но стою стойко на своём, да? Каждый сам принимает решение. Я показываю, как я делаю. Хотите, так же делайте. Хотите, по-другому делайте. Но я тебе и говорю, я, получается, я говорю, я одеваю, но под вашу ответственность, под принуждение. Кто говорит, да, кто молчит, кто ещё как. Ну вот я и говорю, вот озвучив это в пространство, что меня это возвышает, то, что я осознаю. То есть я-то в сознании это делаю, правильно? Ты вообще не слышала, да, как я поясняю, почему я говорю это? Я не слышала в роликах, что-то, видимо, прослушала. Ну, это озвучивается, во-первых, для них, нет, во-первых, для себя, во-вторых, для них, а в нулевых, для Творца. Творец сам разберётся, кто чью волю нарушил. Твоё дело озвучить. Согласен. Под принуждением, под вашу ответственность буквально означает, что вы нарушили мою волю. И ответственность за это вы будете нести, а не я. Если у меня какие-то проблемы возникнут со здоровьем, то я это не добровольно сделал, а под вашим принуждением. Вы виноваты в этом, ваша вина в этом. Творец будет с вами разбираться, а не со мной. А могу ли я говорить слово вина, вину перекладывать? Зачем? Вина, если ты произнесёшь слово, это буквально будет звучать как обвинение. Обвинение от слова вина. А когда ты говоришь под принуждением, под вашу ответственность, ты никого не обвиняешь? Всё понятно, Антон. Понятно, что ничего не понятно. Ну, я рад, что понятно. Ничего не понятно. Хоть что-то стало понятно. А то всё было непонятно, а сейчас понятно, что всё непонятно. Уже прогресс. Да, да, согласна. Ой, как всё мы интересно, зачем мы пришли. Так хорошо всё начиналось. Это когда всё начиналось? Когда родилась, что ли? Когда в детский садик ходила? Нет, когда мы встретились, когда мы просто сидели в кафе и обсуждали, что мы молодцы, таран-таран. А когда началось уже действие, вот это мне... Вспомни, да, времена? Могли спокойно, без масок, прийти в любую кафешку. Да. Посидеть, поговорить, чаи погонять. Угу. А сейчас что? А сейчас всё? Триндец. До кафешки ты не дойдёшь. Точно. Точно ты говоришь. Все сидят на телефонах. Да, все сидят на телефонах. Все переговоры ведут. Дома. Чаё в доме наливают. Сами себя обслуживают. Все понятно, там... Чё-то ты грустный какой-то? Устал? Да уставший просто, постоянно видео монтирую. А чё, не спишь? Не спишь? Да мало сплю. Постоянно народ звонит, постоянно видео монтирую. Ммм. Хоин, это он тебе воздастся, это точно. Творец тебя мимо не обойдёт, это сто процентов. Так уже воздаётся? Да, уже, уже, уже. Ну, всё равно уже, ну, сколько вот. Ну, какие-то есть ещё преграды, какие-то препятствия, нюансы. Всё равно, видишь, вот, когда у тебя настроение, когда эй-эй-эй, тогда слышится. А когда вот ты вот уже, лишь бы ответить, и всё. И спать пойти, да? Нет, сейчас не так, не такое настроение. Сейчас настроение, лишь бы ответить, и пойти видео домонтировать, и потом спать пойти. Вот так. Понятно. Если за это время ещё, да, там, 10 звонков не поступит. Да не поступит, и я им скажу пока, пусть не звонят, сколько можно. А-а-а. Ну, скажи, оставьте уже директора в покое, дайте отдохнуть чуток. Кого? У тебя как директора. Какого директора? Ну, как Антона. Директора чего? Чего? Вселенной нашей. Ничего себе. У каждого свой, у нас свой. Ничего себе. Это ж, блин, это ж, как такое меня называют, блин? А чё? Я хочу так. Мне так нравится. Терминатор прокуроров. Уважаемый святой Антон. Директор вселенной. Ну, а чё? Какое делаешь святое дело для людей? Вот всем открыто объясняешь, говоришь, настраиваешь. Я не знаю, пожалуйста вам, всё пожалуйста. О, как ещё надо? Как вот? Ещё вот материально, скажи, да? Перепадало от вас, ребятки. Ну, это дело наживное. Уже, уже есть прогресс. Народ смотрит видео, скидывает потихонечку. Дай бог, я тоже так делаю. А у тебя тоже под роликом? Я что-то не заходила под роликом? Есть, есть. Сейчас уже начинает звонить Антон, давай сопроводи меня, готов выделить любую сумму. Сопроводить в плане... Ну там, в основном суды, штрафы, маски и всё подобное. Так потому что одному тяжело, вот знаешь, когда ты вот в растерянности, да, есть ещё это волнение, переживание. Я даже сама вот растерялась. Вот вроде всё знаю, но вот мне надо позвонить Антону. Ну как я не позвоню? Антон, тра-та-та, тра-та-та, Наталья звонит. Вот чё, вот всё правильно, вот всё правильно. Вот какое-то вот, так сказать, неуверенность какая-то есть. Все потому что заняты Антон, все работают, кому позвонить? Валя занята, была делом тоже. Женя работает, Аля работает, кому позвонить? А тем ты у меня не работяши. Только видео монтируешь. Да, переговоры ведёшь, да? Ты бы пожелаю хотя бы неделю так, как я. Ой, не-не-не, Антон, не-не-не, давай-давай-давай, я тебя поддерживаю всеми мыслями, что надо? Я не смогу, мне тяжело так. Я вот напряжение, если вот два дня, три вот таком был, вот, ну, бегом-бегом, с утра до вечера туда бежишь, там делаешь, тут слушаешь, там читаешь, тут пишешь. Нет, это, ну, как бы, я потом лежу долго и встать не могу. Тяжело, это очень, я не знаю, сколько у тебя хватает этого энергии этой, сколько, где-то её берёшь, чтобы вот столько дел делать в день, в сутки, не знаю, как ты там измеряешь это всё. Да, я давно говорил, если делаешь правильное дело, сам Торис помогает. М-м-м, я согласна. Ну, это я вот не могу ещё настроиться, если я вот в попыхах, вот, бегом-бегом, я потом говорю, я лежу пластом, вот, не могу остать, вот, или я, ну, такая вот по себе, что вот мне надо, горизонтальное положение, если я не полежу, то мне потом никаких денег не надо будет. Антон, ты чего там, грустишь? Не грущу, думаю. Не грустишь, думаешь. Можно один вопрос тебе задать? М-м-м. В электронке, вот, вот, сижу, смотрю, вот, хочу выделить, отправить то, что ты мне отправил, оно мне с Катимой не отправляет, вот, что ему надо? М-м-м. Потом в загрузках перенести в папку, да? М-м-м. А папку как, папку нажать, нажать правой классной, классной, и там выйдет архивировать? М-м-м. Если у тебя архиватор стоит? М-м-м. Не знаю я, у меня нету, наверное. Как это проверить, дядя Антон? Не дядя Антон, а директор вселенной. Директор вселенной, как это проверить? Как проверить, тут архиватор есть или нет? Я тебя реально директора вселенной ощущаю. Вот народ звонит, ничего не умеет, никто ничего не умеет. Почему у меня все получается, я не понимаю. Антон, ты осушник, ты молодец с компьютером на «ты», а все остальное. Директор вселенной. Редактор субтитров А.Семкин